Шестой класс, первая серия. Решение задач. Задача первая. Найдите наибольшее, четное, четырехзначное число, кратное 5 и 21. Число должно делиться на 2, на 5, на 21. 2, 5 и 21 числа взаимно простые. Наименьшее, общая, кратное этих чисел, их произведение. 2 умножить на 5 умножить на 21 получится 210. Итак, число должно делиться на 210. Должно быть четырехзначным и наибольшим из всех возможных. Это число 9870. Задача вторая. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100, каждая из которых делится на 8, но не делится на 3 и в записи не имеет пятерки? Можно сначала выписать все числа первой сотни, которые делятся на 8. 12 таких чисел. Затем исключить те, которые делятся на 3. Это 24, 48, 72 и 96. Кроме того, число, которое содержит пятерку в своей записи, это число 56. И останется 7 чисел. Ответ 7 таких чисел. Задача третья. В строчку выписаны целые числа от 1 до 105 включительно. Сколько в этой записи пятерок? Сначала давайте рассмотрим числа однозначные и двузначные. В разряде единиц в однозначных и двузначных числах пятерка встречается 10 раз. Это числа 5, 15, 25 и так далее. Наибольшее 95. В разряде десятков тоже 10 раз. Это числа 50, 51, 52. Наибольшее из них 59. Итак, если числа однозначные и двузначные, то пятерка встречается 20 раз. Есть одно трехзначное число, которое содержит пятерку. Это число 105. Значит, к 20 надо прибавить 1. Ответ 21. Задача четвертая. Для нумерации страниц книги потребовалось всего 55 цифр. Сколько страниц в книге? Первые 9 страниц книги нумеруются однозначными натуральными числами. 9 однозначных натуральных чисел, каждая однозначная, записывается одной цифрой. Из 55 надо вычесть 9, получится 46. То есть 46 цифр используются для двузначных чисел. Двузначные, вот каждая двузначная записывается двумя. 46 надо разделить на 2, получится 23. Значит, в этой книге будет 23 страницы с двузначными числами. 23 с двузначными, да 9 с однозначными, а всего в книге 32 страницы. Можно ли из чисел от 1 до 9 включительно составить магический квадрат так, чтобы число 5 было в центре? Если сложить все числа от 1 до 9 включительно, получится 45. В магическом квадрате суммы чисел во всех строках, вот это строчки, во всех столбцах и на двух диагоналях должны быть одинаковые. Если 45 разделить на 3, потому что вот все эти числа должны быть записаны в 3 строки, получится 15. Итак, значение вот этих сумм 15. Как получить 15 из вот этих чисел? Здесь записаны все возможные варианты. Число 5 встречается в этих суммах 4 раза. Значит, число 5 может быть в центре, потому что вот получается столбец, строка, 1 диагональ, 2, 1 диагональ и другая диагональ. Вот 4 раза встречается пятерка в этих суммах. Так, ну давайте попробуем составить магический квадрат, так, чтобы пятерка была в центре. Так, вот один из возможных вариантов. Так, единица и девятка в углу быть не могут. В углу может быть шестерка. Итак, значение суммы вот в каждой строке, в каждом столбце и на двух диагоналях значение должно быть равно 15. Так, давайте проверим. Так, что получается? В каждой строке, в каждом столбце и на каждой диагонали значение суммы равно 15. Вопрос задачи был, может ли число 5 быть в центре? Ответ – да. Число 5 в центре. Продолжение следует... Продолжение следует...